Всем привет! Сегодня 13 июля, в Московской области. Я хочу показать лук эксибишен, который я выращивала через рассаду. Погода в Московской области холодна. Днем плюс 15 максимум, ночью плюс 8-9. Каждый день идет дождь, да еще и подкрепляется сильным ветром. И так уже на протяжении, наверное, третьей недели это точно. Но лук наращивает головку. Довольно-таки крупная уже. Грамма, я думаю, что по 250, но не меньше. Шейка довольно-таки толстая, но это для этого лука нормально, потому что он очень крупноплодный, килограмм и выше вырастает. Эти луки растут практически на поверхности. Луковица находится под землей, в общем, только корешки. Я не отгребаю, потому что он в этом и не нуждается. Здесь у меня посажено, вот видите, это два ряда лука эксибишен. А там я сейчас с той стороны покажу, это лук из севка. У меня посажено тоже два рядочка, буквально белые и красные луки. Сейчас я сразу его и покажу. Здесь два рядка у меня посажен лук красный, это Red Scarlet с севком. И это у меня лук шатана, тоже севком посажен. Как я сейчас ухаживаю за луками? Эти луки, которые я высаживала с севком, отгребаю землю. Они в этом нуждаются, чтобы побыстрее наливалась головка и была крупная. Поэтому отгребаю без фанатизма, так слегка, по чуть-чуть. Ну, как я уже сказала, эксибишен в этом не нуждается. Дальше. Раз в недельку я сейчас... Земля у меня влажная, в любом случае я сейчас не поливаю простой водой. И по влажной земле я подкармливаю это травяное удобрение. Здесь я замачиваю траву, это крапива, без всякого добавления. Навоз не добавляю, только трава. И в течение 5 дней она у меня стоит, я затем лук проливаю. Если видно, здесь я еще подсыпала золу с мангала. Сюда березовая зола тоже высыпаю. Это как у меня идет, как калийное удобрение. Все, лук сейчас уже перо тяжелое, падает. И я вдоль грядки, если вы заметили, протянула просто веревочку, чтобы убрать лук, перья с прохода. Потому что я здесь убираю, у меня здесь трава. Вручную я, конечно, здесь пропалываю. Но все равно, чтобы по ботве луковой не ходить, я ее вот так приподняла. Это только чисто для удобства. Видите, перья очень мощные, большие и склоняются. Смотрите, какой красавец. Конечно, мне он очень нравится. В этом году, мне так кажется, что лук у меня получше, чем в прошлом. Вот, собственно говоря, весь уход у меня за луком. В этом видео еще хочу вам показать арбузы все-таки, потому что отдельно не хочется снимать. Вот они мои красавцы. Смотрите, какие они уже хорошие. Наливаются. Несмотря на то, что сейчас холодно, арбузы на ночь и днем я не накрываю, так как я здесь не живу. Вот растут они у меня в открытом грунте, как есть. Арбузы никогда не подвязываю. Растут у меня вот на таком возвышении, на земляной куче. И все. И подвязкой я не занимаюсь. Смотрите, это сорт. У меня здесь один. Называется цыганок. Вот он мой красавчик. Смотрите. Приспособлены специально для открытого грунта. Здесь. Ну, я думаю, что у меня здесь десяток арбузов уже есть. Вот они, красавцы. Конечно же, под каждый арбуз у меня подложена дощечка, чтобы арбузы не гнили. Какой уход у меня за арбузами. Значит, плети я уже прищепнула. Вот, смотрите. Все, им достаточно уже наращивать длину. Нужно, чтобы у меня наливались хорошо интенсивные плоды. Потому что сейчас очень холодно. Растут, конечно, они медленно. Если были бы ночи теплые, я думаю, они бы уже точно в два раза больше были бы. Или я, если бы их накрывала бы. Но растут и выживают. Так, и точно так же, как и за луком. Я поливаю травяным настоем. Без конского навоза замачиваю траву. Проливаю. И еще я использую здесь гуматкалия. Я уже показывала. Развожу его. И там по литра три под каждый куст. Между прочим, здесь у меня всего лишь три куста арбузов. Смотрите, плети я не пускаю и в длину. Вот это только касается арбузов. Я люблю, когда плеть вырастает, я ее по кругу пускаю. Видите, если вы заметили, у меня вот просто такая шапка на возвышении. Почему? Потому что вот отрастает плеть. Можно ее пустить в длину, и она поползет по огороду. Но я ее заворачиваю по кругу. Если она здесь идет, я пускаю плеть в другую сторону. И она растет такой шапкой. Почему так делаю? Во-первых, очень хорошо пыляется. Раз. А во-вторых, не ползет по всему огороду арбуз. Потому что, видите, у меня здесь зона дикая. В плане того, что здесь не газона, ничего нет. И мы косим траву. И для удобства, конечно, это очень хорошо, когда плеть не вылазит за пределы. Да, какие-то отмеренные для грядки. Вот грядка. Здесь я подстелила мешки. Можно стелить, не знаю, укровной материал, что угодно. Делаю для того, чтобы здесь не зарастало травой. И плеть хорошо лежала. Вот если для тыков, я так не делаю. Потому что тыквы дают дополнительные корни, и они у меня прижаты к земле. А арбуз, он корни не дает. И плети просто могут лежать на укрывном или на мешках, как у меня. Это очень удобно. И косилкой не заденет плети. И трава вроде не зарастает травой. Вот такие у меня в этом году арбузы. Замечательные просто, смотрите. В прошлом году, между прочим, я посмотрела фотографии, они были намного меньше. Были вот такие. Вот такого размера максимум. А в этом году они у меня как-то побольше. А у меня на сегодня все. Я желаю каждому узнать, чтобы в наши города пришло тепло. И наступило наконец-таки лето. Всего вам самого хорошего. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok